До первой росы уборочная кампания набирает темпы, в том числе благодаря тому, что работа на полях кипит даже ночью. Сегодня в намолоте зерновых новый результат. Собрано 2,5 миллиона тонн зерна. Надо признать, что хлеб в этом году действительно нелегкий. Комбайны работают на уборке урожая допоздна, стремясь использовать каждый погожий час. Успеть до 20 августа – обязательное условие. Наш корреспондент Григорий Азаренок увидел уборку при свете луны. Саше и Сергею двоим нет и 30-ти. Еще в студенческие годы попали в поле на практику. Здесь остались работать один за рулем комбайна, другой – направляющий. Мы друзья по жизни как бы. Живем рядом с соседей. Работают их хорошо, урожай хороший, погодные условия бывают по двое. Так, в общем, хорошо. Это сейчас их слова полны оптимизма. Полгода назад предприятие Тимирязевский и Копольского района, где они трудятся, переживало не лучшие времена. Убытки по итогам прошлого года были 220 тысяч. На сегодняшний день по итогам полугодия у нас убытки составили 66 тысяч. Для себя определили с коллективом, чтобы на конец года выйти с прибылью. Основание для этого есть. Посевная площадь здесь – 4000 гектаров. Рапса на полях не осталось, а собрали его в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Треть зерновых уже лежит в хранилище. Среднюю урожайность подняли до 40 центнеров с гектара. В целом планируют собрать здесь почти 15 тысяч тонн зерна. Всего в Копольском районе 17 хозяйств. Здесь обрабатывают 104 тысячи сельхозугодий. На сегодня заготовлена треть всего зерна. Урожайность пока 36 центнеров. С особым вниманием здесь следят за тем, как хранится золото Беларуси. На этом зернохранилище за раз просушить могут сразу 100 тонн. Наша сушилка на газу намного лучше, как раньше было на дровах. Здесь можно регулировать температуру. За сутки мы где-то можем дорабатывать до 200-300, а то и 400 тонн зерна. Ну а недалеко от Кополя в Клецком районе уже чествуют первых тысячников. Чтобы вас было дома, все хорошо. Главное, выгибы здоровья. Успехов. Дай Боже вам здоровья. Всех благ, здоровья, успехов. Геннадий Владимирович последние три дня намолачивал по 140 тонн. К слову, он уже не первый год в передовиках. Сколько раз грамоту от председателя получал, уже и не помнит. Почти каждый год были тысячи, и по две тысячи было. Ну, хороший урожай будет. Погода поможет за неделю с половиной утром. Залог успеха трудовой тандем. То, что Геннадий молотит, Михаил Халопук развозит. Эту фамилию знают и уважают в Клецке все. Славная трудовая династия дала стране не одну тонну урожая. Папа-агроном. Приучал меня с детства к этой работе. Семь лет я с комбайнером своим. Ну, занимаем почти каждый год первые места. Упор в Клецком хозяйстве делают на современные технологии. Пять процентов убранного рапса даже перерабатывают в дизельное топливо. А в этом поле заготавливают кормовое сено. Специальная машина сразу собирает его в полимерную пленку. Выгода тройная. Это позволяет сегодня сэкономить трудовые резервы, заготовить качественный белковый корм. Ну и, скажем, на более мелкоконтурных полях оперативно, быстро организовать работу. Сегодня с урожайностью 45 центнеров собрали чуть меньше половины площадей. А это почти 17 тысяч гектаров. Погода в этом году капризная. Убирать надо побыстрее. Поэтому трудятся не только под палящим солнцем, но и при тусклом свете. Как видим, уже вовсю светит луна. Но для аграриев это время отнюдь не детское. Только в этом поле сейчас работает 6 комбайнов. Уборка может продлиться и до 11, и до 12 ночи. Вплоть до первой росы на колосьях. А пахота так и вовсе может идти круглосуточно. Прохладнее стало. И техники лучше, и нам лучше. Теперь, ради всего, видно сзади, смотрит помощник. Что ночью и днем нам работать без разницы.